Богатые россияне стали покупать за границу склады и хостелы Татьяны Закова. Рисунок к статье. Вторые дачи, дома на южных побережьях Европы, первыми пострадали от падения спроса на зарубежную недвижимость среди состоятельных россиян. Об этой и других тенденциях Ерге рассказал управляющая инвестициями в недвижимость, аналитик рынка Игорь Индриксонс. По его словам, резкое падение спроса со стороны россиян зафиксировали Испания, Португалия, Кипр, Гонконг, Китай и ряд экзотических стран, где прежде всегда любили отдыхать и покупать граждане России. Уже с осени 2014 года наши соотечественники активно отказываются от приобретения вторых дач, что, безусловно, лихорадит зарубежные рынки жилой недвижимости, говорит эксперт. Особенно, по словам эксперта, просели так называемые рынки монопокупателей, на которых основными клиентами традиционно все последние годы считаются россияне. Речь идет в первую очередь о Болгарии, Черногории и Латвии. Среди групп выбывших из покупателей курортной недвижимости Игорь Индриксонс выделяет в первую очередь мелких инвесторов, вкладывающих в объекты до 50 тысяч евро. Читайте также. Будет ли дешеветь жилье в России в 2015 году? Основная их масса держала деньги в рублях. Из-за курса, который сейчас в два раза выше, им психологически тяжело менять рубли на валюту, и они ждут понижения в надежде, что все вернется на свои места, поясняет эксперт. Впрочем, о том, что доходы россиян снизились, говорит пока рано, считает он. Тем не менее, по словам эксперта РГ, за год приобретения жилья россиянами для собственного проживания в курортных странах окончательно сошло на нет. На восстановление спроса в ближайшие 2-3 года в той же Болгарии, Испании или Черногории и других популярных некогда с точки зрения покупки недвижимости в странах пока рассчитывать не приходится. Во вторую группу отказников попали объекты элитной жилой недвижимости крупнейших европейских стран – Великобритании, Германии, Швейцарии, Австрии и Франции. Последний, кстати, россияне сейчас отказываются не только от жилья стоимостью свыше миллиона евро, но и от вилл на Лазурном берегу, которые вплоть до 2015 года пользовались среди них большим спросом. Наряду с этим эксперты фиксируют усиление спроса на рынках Великобритании, Франции, Австрии, Германии на коммерческую недвижимость со стороны российских инвесторов. Покупка зарубежных объектов с их точки зрения – самый оптимальный вариант для спасения капитала. Это объясняется новой волной интереса со стороны тех богатых граждан, которые однажды уже приобретали объекты и сейчас снова обратили внимание на устойчивые рынки, найти новые активы для вложения и сбережения своих капиталов, говорит Индрик Сонс. К слову, начиная с 2006 года, в Великобритании переведены капиталы на 93 миллиарда фунтов стерлингов, пишет The Times, со ссылкой на исследование Deutsche Bank, утверждается, что большая часть этих средств – деньги российских инвесторов. Аналитики установили связь между зарегистрированным притоком денег в Британию и оттоком капитала из России. По имеющимся данным, некоторые деньги переводятся вполне законно, в других случаях речь идет о незаконных операциях через инвестиции в недвижимость или ценные бумаги. В целом россияне-покупатели еще с конца 2008 года всерьез нацелились на коммерческие объекты недвижимости с инвестиционными целями и вместо загородных вилл или домиков у моря предпочитают номера в отелях Франции, студенческие общежития или ячейки складов самообслуживания в Великобритании. Для российских бизнесменов коммерческая недвижимость выглядит привлекательно еще и благодаря пассивному управлению специализированными компаниями. В той же Великобритании с 2009 года, помимо рентного дохода, недвижимость выросла в цене на 50%. В этот период Запад прошел цикл, большую коррекцию, и сейчас идет новый экономический виток на 20-25 лет, на протяжении которого, безусловно, придется столкнуться с временными локальными мини-кризисами, которые затронут фондовый рынок, но не сферу недвижимости. Читайте также. По мнению экспертов российской газеты, переключаться на внутренний рынок в инвестиционных целях до конца года не имеет смысла. Российский рынок недвижимости, вступающий в зону тишины, пока не способен удовлетворить запросы инвесторов относительно доходности и сохранения средств. Более того, к концу 2015 года в России могут начаться банкротства застройщиков, скидки и широкая распродажа недвижимости. По разным оценкам, российские жилые объекты способны сегодня приносить около 4% годовых в рублях, тогда как доход от жилой недвижимости в странах с устойчивой экономикой составляет свыше 5% в валюте, а доходность коммерческих объектов, допустим в Великобритании, колеблется от 7 до 12% годовых. Кстати, многие российские инвесторы при покупке недвижимости предпочитают кредитоваться за рубежом. Брать кредиты за рубежом можно смело, говорит Игорь Индриксонс. Впрочем, другие эксперты в любом случае советуют сто раз подумать. Сейчас не то время, чтобы безоглядно брать кредиты, тем более, когда не ясно, какая ситуация будет на рынке в ближайшее время.